Знаете, у нашего института есть своё особое предприятие, на котором проходят практику наши дипломники. Нетрудно догадаться, что это Московский театр сатиры. Скажите, пожалуйста, антракт будет у вас, а? Простите, я... Я... Простите, я не слышу вас. Будьте добры подойти к микрофону. Я просто интересуюсь, мы вот сидим там, зрители, всех интересует такой вопрос, что вот антракт будет у вас или нет? Антракт? Да, или так это дело пойдёт без антракта у вас? Нет, у нас не будет антракта, потому что это телепередача. Я понимаю, да. У нас тракт бывает, антрактов у нас не бывает. Но это безобразие. А почему? Это же надо предупреждать. Нет, а почему? Ну как, а зачем я тогда одевалась, а? В чём тут делать? У нас не будет антракта. Вот почему? Вот зачем? Скажите мне, пожалуйста, я три часа гладила это платье, теперь сижу там одна, и никто меня не видит, и камера не показывает. А туфли, кто их там видит? А у меня вон один каблук 65 сантиметров над уровнем моря. Я еле дошла, я на ступенечку, кто в жизни, можно сказать, рисковала, и теперь во всей этой красоте. Сижу там одна в последнем ряду, и никто на меня не обращает внимания. Нет, что это за безобразие, действительно? Что творится в последнее время в современном театре? Вот вы мне объясните, пожалуйста. Стали играть без антрактов, стали играть без декораций, без костюмов. Это я вот недавно классику, оперу. Евгений Онегин слушала вот в таком современном новаторском решении. Так дирижер вышел в джинсах. Евгений Онегин в джинсах. Татьяна в джинсах вышла. Гремин, генерал, вышел в джинсах. Спасибо, один Ленский. Как человек он так в дубленке вышел. А то еще взяли, что такое за манеру, взяли переносить действие в зрительный зал. Вы обратили внимание? Вот как бы вовлекать зрителя в действие. Я вот смотрела, забыла в каком-то театре, драматическом пьесу из времен гражданской войны. Я тоже, знаете, театр для меня праздник. Я тоже оделась, прическу сделала, длинное платье одела. Только села в кресло, в портере, восьмой ряд, как сейчас помню, вот так вот у прохода. Только я уселась, через меня прошли матросы с ружьями. Залегла. Едва отдышаться успела, как с амфитеатра ударила конница. С балкона стали бросать гранаты. Все в фойе в окопах, а в буфете орудует банк до зеленых. Ну просто некуда, вы знаете, некуда зрителю податься. Хорошо, у нас зритель пошел все-таки образованно, и мы ничего, мы образовали отряды. И с боями вырвались из театра. Ну вот так вот сидите. А, вот ты наконец явился. Ну-ка иди сюда. Что такое? Что такое? Что случилось? А что такое? Почему такое взволнованное? А что-то меня вызвало в своей телеграмме из отпуска. Ну я хотела с тобой поделиться. Давай сядем, а? Я хотела рассказать тебе совершенно... Я хочу рассказать тебе совершенно страшную историю, которая произошла со мной недавно в моей новой квартире. Иди-ка сюда. Посоветуй мне, что делать. Ты представляешь себе? Ты, кстати, как тебе понравилась моя новая квартира, а? Ты же ее видел, а? Чудная, да? Прекрасная квартира. Она какая-то оригинальная, да? Нет, столько стенных шкафов. Так какие шкафы, а? Это же комнаты! Ты представляешь себе, ночью вот так вот приоткрывается дверь моей новой шикарной квартиры и в щель просовывается чья-то рука. Ну-ну-ну, и что же было дальше? Полночь была. Зачем ты меня вызвала, что? Вот неврастильник какой, а? Ах, стыдно стало, да. Стыдно стало. Ты все-таки как-то брал бы пример с меня. Вот посмотри, я, например, как-то слежу за собой. Вот прежде чем прийти к тебе сюда, я все-таки зашла в парикмахерскую. Потому что я хочу еще как-то хорошо выглядеть. Потому что я вообще еще как-то что-то где-то... Как-то... Что? Что ты смотришь, а? Что ты не знаешь наши парикмахерские, господи? Да там легче голову сложить, чем уложить. О, видал ты эту картину? И тем не менее, я все-таки пришла. Причем пришла на пять минут раньше. Мы с тобой во сколько договорились встретиться, стоять часы? Пять часов. Ну вот видишь, что никаких, но я пришла или я не пришла? Да, пришла. Вот видишь, ты сам это подтверждаешь. А что ты подразумеваешь, говоря, но? Да нет ничего особенного, потому что меня вызвал в свою телеграмму. Да. Назначил на свидание вот здесь. Да. Пять часов. Пять часов. Пять часов. Пять часов. Пять часов. Пять часов. Пять часов позавчера. Пришла без пяти пять сегодня. Ну, я опоздала. Это с каждым человеком может произойти, стоит из-за этого шум, понимаешь? Я бросил дела, понимаешь, бросил отпуск, сижу здесь, начал волноваться, а ты пришлась. Как? Ах, ты, оказывается, отдыхал. А где же ты был? Ну да, я слушаю, на Рижском взморе. Я слушаю тебя. Что ты говоришь, ты подумай, какое совпадение. В прошлый год Зоин брат там отдыхал. Ты Зою помнишь? Да нет. Ну как же. Ну, Костина подруга. Что, ты Костю не помнишь? Да нет. Ну, Осина жена, ты Оси не помнишь. Да нет же. Ну, Маринин брат. Ну. Ну, а при чем тут Маринин брат? Ну, это ты же не представляешь, какой парень стал. Охотник, спортсмен, рыболов, имеет второй разряд под боксом. И, видишь, у него вот такие вот кулачища. И он целыми днями в драм-кружках занимается. Зачем ты меня вызвала с твоей телеграммой в письмо? Подожди. Я предлагаю тебе. А Алик? Я? Алик ей вообще даже предложение не делал. Ты подумай. Он опять Зою бросил и на Марину женился. Но она моментально к Альфреду. Ей-то что? Альфред тут же развелся. Она не уже пятый, только он, наверное, четвертый вернулся. Свою жену бросил. А Сижой Померинца, она чудачка к первой жене. А он сюда к первому мужу приходит к нему. А тот подлец уже замужем. Но особенно Мишка хорош. А кто такой Мишка? Ну, как это ты? Мишку. А, нет, правильно ты Мишку не знаешь. Правильно. Ты наплевать не знаешь? Вот. Зачем ты мне вызвала зуб? Правильно, наплевать. И Мишка так сказал. Наплевать, говорит. И все, ему говорят, слушайте, Миша, вы будете зарплату получать? А он говорит, ни за что, ни за какие деньги. Я, говорит, до сих пор жил не на зарплату. И дальше, говорит, проживу. И все. И все. И Мишку уволили. А как же иначе? Тут не может... Куда ты двинулся, а? Что это за танец маленьких лебедей? Ну-ка, вернись туда. А ты должен. Артисты Московского театра «Сатиры», заслуженные артисты РССР Ольга Аросева и Борис Рунгин.